добрый вечер я хотел бы поделиться своим мнением о работе с планшетом xp pen artist 15.6 скажу сразу это чисто субъективное мнение даже не мнение а просто набор впечатлений от человека который является довольно таки поверхностным пользователем то до этого у меня был планшет от ваком bamboo fun он прослужил у меня достаточно долго больше десяти лет по моему да да больше 10 лет такой небольшой белый аккуратный планшет большой синей кнопкой на муж кто еще пользоваться пользовался может знает и все было бы ничего но в определенный момент там то ли у него что-то случилось с usb то ли у компьютера что-то случилось с usb разъемом в общем компьютер в какой-то момент перестал ну стал плохо плохо видеть планшет то есть для того чтобы чтобы она чтобы планшет нормально подключился и заработал надо было найти какое-то особое положение провода usb и зафиксировать его в этом положении чтобы он никуда не не упал не соскочил иначе сразу компьютер теряет связь с планшетом и чем дальше тем становилось сложнее так работать я подумала раз такое дело может сразу присмотреть себе не просто планшета планшет дисплеем тогда я не знала о других планшетах кроме вакома и когда я увидела ценники на синтики мне стало грустно к счастью на тот момент уже появились появилась достаточно других конкурентоспособных производителей в том числе и с планшетами дисплеем вроде уайон xp pen потому что пабло или нет я не помню я уже забыл какие какие я смотрела в общем порывшись большом количестве обзоров и отзывов я остановилась на вариантах с холлайоном и xp pen и и в итоге и в итоге я склонялась все таки взять взять себе именно xp pen как ну просто самый дешевый на тот момент вариант меня стоял выбор между между моделями артист 13 и артист 16 и я склонялась и больше к тринадцатому по каким причинам ну во первых не было необходимости у тринадцатого не было необходимости подзаряжать перо это конечно не столько прям очень важно мне казалось что вы меньше мороки а то есть артист 16 имела перо которые необходимо периодически заряжать но но это не должно было приносить сильных неудобств потому что в комплекте идет два пера и чтобы пока одно заряжается можно было работать вторым а у тринадцатого перо уже не нуждалось подзарядки это во первых во вторых это не это не было отмечено в описании в описании в магазине но в обзорах было сказано что что тринадцатый вполне может питаться от компьютера и его не обязательно подключать еще дополнительно к электропитанию это значит это значит меньше проводов меньше проводов чем меньше проводов тем лучше и удобнее я уже почти решилась на артист 13 но потом анонсировали артист 15.6 в котором в котором перо как и у тринадцатого не требовало подзарядки и точно так же не было необходимости кроме компьютера подключать еще к электросити то есть возможности есть там в комплекте дают провод и переходники разные много разных переходников про запас но если в общем в этом не было необходимости возможности есть необходимости нет по размеру такой же как артист 16 16 дюймов 16 дюймов и я решилась именно на 15.6 брала я его сразу вместе с подставкой а еще такой момент у артист 16 есть своя подставка которая к нему прикручивается сзади и при необходимости откручивается прикручивается снова а у артист 15 такого нет почему то не знаю может для облегчения веса и там для снижения цены ну в общем мне так как я не могу работать с ним на коленях я то я сразу брала в комплекте с металлической подставкой брала на алиэкспресс так как так как это был самый дешевый вариант ну то есть были какие варианты магазины был магазины местные магазин xppn официальный на их официальном сайте и их типа официальный магазин на алиэкспресс на алиэкспресс сам по себе он где то на треть дешевле чем в местных магазинах получается плюс там еще были бесконечные скидки на треть и в результате получалось довольно таки с одной стороны соблазнительная цена а с другой стороны она же и подозрительная потому что мало ли что там на этом алиэкспресс подсунут какую-нибудь подделку а точно а точно ли это их официальный магазин а точно ли это настоящий ну в итоге да это настоящий планшет это настоящий их магазин на официальном сайте экспепен есть есть возможность проверить подлинность продукта там нужно ввести номер серийный номер который наклеивается на обратной стороне планшета и и тогда проверка тебе выдает настоящий планшет настоящий проверка показала планшет настоящий и как бы все вроде бы нормально в комплекте с планшетом идет CD с драйверами я устанавливала свежие драйвера с сайта установилась быстро без проблем нормально планшет подключился там все все хорошо все нормально настроила нажатие чтобы наиболее чувствительный уровень потому что я не хочу слишком сильно давить на на поверхность знаю что некоторые наоборот подкручивают так чтобы был менее чувствительный ну кому как удобно потом дальше ну калибровала я долго разбиралась что и как происходит с указателем калибров и калибровки ну в общем с калибровкой я помучилась ну в конце концов я установил установила на максимально удобный мне режим на единственный неудобный момент каждый раз когда выходят новые драйвера и когда я их обновляю каждый раз приходится калибровать нет нет стоп заново калибровать не надо так по крайней мере мне не приходилось заново калибровать а вот чувствительность мышки заново подкручивать приходить у мышки пера а чувствительность пера подкручивать заново приходилось и вот все вроде бы хорошо работается нормально потом я закончила работать отключила начала отключать планшет от компьютера потом что-то вспомнила я уже забыла зачем мне понадобилось включить его снова в общем при подключении планшета к компьютеру почему-то планшет перестал реагировать на перо вообще и ничего при этом не помогало ни сноса переустановка драйверов ни включение подключение заново включение подключение ничего техподдержки нигде мне так помочь не смогли где-то через неделю я снова подключаю планшет и вот чудо все нормально опять работает я тогда заметила что между проводами htmi и usb у меня еще там есть разъем забыла как называется по-моему для подключения к сети я подумал я подумала может быть может быть я случайно вместо usb разъем вставляла провод туда потому что я даже специально проверила и оказалось что usb тут обходит ну ничего себе вот это я конечно ну это я конечно не даю перепутать usb с другим разъемом а потом я вспомнила что тот раз когда когда перо перестало реагировать я не отключала ту usb которая находилась рядом с этим разъемом для интернета то есть по идее на тот момент я никак не могла перепутать порода я могла их перепутать запросто в дальнейшем когда я пробовала все дело починить включала выключала заново все провода соединяла соединяла тогда я могла перепутать а в тот раз когда мы перестала реагировать в первый раз Я никак не могла эти раздевы перепутать. Как бы то ни было, проблема решилась сама собой, и в дальнейшем я работала совершенно спокойно. В течение времени, пока я работала, в течение 5 месяцев, тем не менее, случалось, раза 3-4 случался такой казус, когда прям во время работы планшет переставал реагировать на перо. Просто раз и переставала. Причем все эти 3-4 раза случались во время работы ОБС. Я не знаю, связано оно с этим или нет, как будто не было, такое вот происходило, что вот работаю, работаю, рисую себе. И в этот раз что-то там компьютер погудел, и указатель перестал реагировать на перо. Причем все это время проблема легко решалась. Просто отключением планшета от компьютера и подключением заново. И нормально, и работаем дальше. Я не знаю, связано ли это вот с тем случаем, когда у меня вообще вначале почти никак не мог заработать, и я не могла, я ломала голову, не могла понять, я виновата в этом или нет, я там что-то перепутала или нет. Не знаю. В любом случае, в тот первый раз проблема не решалась просто отключением и подключением. А когда вот эти 3-4 раза такая неприятность происходила, я просто отключала провод от планшета и подключала заново. И нормально. Так. Сохраняемся. Почаще сохраняемся, лишним не бывает. Больше никаких других накладок пока тфу-тфу не происходило. Я когда выбирала планшет, мне еще стоял вопрос, что не будет ли тот же артист 16 для меня слишком большим и артист 13 слишком маленьким. И когда, собственно, пришел 15,6, который по размеру такой же, как 16, я сначала подумала, что, ой, наверное, он все-таки для меня слишком большой. Но нет, работав с ним несколько месяцев, попривыкнув к нему, я могу сказать, что лично мне вполне себе удобный формат, не формат, размер. Не слишком громоздкий для обычного домашнего рабочего стола и достаточно большой, чтобы можно было размахнуться руке, чтобы было достаточно места для холста и для всех этих бесконечных панелек инструмента. Чтобы они не мешали во время работы. Так что, да, размер в 16 дюймов, он вполне себе комфортный для меня. Многие обзорщики жаловались, что им сложно было после вакуумовских перьев привыкать к перу XP-PEN, потому что оно казалось им слишком легким. Но у меня этих проблем не возникло, наверное, потому что перо от бамбука моего старого, оно тоже достаточно легкое и мне просто не пришлось ни к чему привыкать. Некоторые вещи, они на самом деле просто, просто надо к ним привыкнуть, способиться, прежде чем что-то решать. Единственное, только по сравнению с вакуумовским моим пером, XP-PEN кажется, ну, очень хрупким. То есть я его в руки взяла и мне стало даже как-то страшновато. Ну, на самом деле, на самом деле это из-за кнопок на корпусе, которые довольно-таки основательно шатаются. Довольно ощутимо они раскачиваются под пальцами. И из-за этого кажется, что перо сейчас вот на того взгляде развалится. Оно, конечно, пластиковое, дешевое, но... Но нет, оно вполне себе крепко сложено. Достаточно, скажем так, крепко сложено. Ни разу не развалилось. Видите, расшатанные кнопки меня, конечно, напрягают. Вот, и вакуумовское перо рядом с ним мне казалось гораздо более крепче слаженным. Тем не менее, я так умудрилась пару раз ударить перо о стол, о край стола, случайно. И это приводило меня в такой ужас, просто, что, а, ой-ой-ой, сейчас я там что-нибудь, наверное, сломала какую-нибудь хрупкую детальку. Теперь всё, всё, наконец, ничего не справится. Нет, нет, всё нормально работает. Как бы, если что, в том же... В их магазине продаётся отдельное перо для этого планшета, но... Так, на всякий случай. Ну, всё-таки лучше... Лучше быть аккуратней и ничего... Стараться не ломать без необходимости. Вообще не надо ничего ломать. Планшет пришёл в защитной заводской плёнке, которую по инструкции надо снимать. По крайней мере... Да, по инструкции её надо снимать. И все обзорщики, которых я читала, смотрела, они все поголовно говорили, что да, надо перед работой снимать её, потому что она там плекует, мешает и всё такое. Ну, так положено. Ну, я её тоже сняла. И теперь думаю, что, может быть, следовало сначала попробовать, как он работает с этой защитной плёнкой. Потому что... Ну, во-первых, во-первых, несмотря на то, что поверхность кажется очень такой гладкой, зеркальной и всёотражающей, всё-таки она имеет немножко более шероховатую фактуру по сравнению с тем же бамбуком. Ну, вроде как позиционируется, как имитация поверхности бумаги. Ну, и вот, соответственно, из-за вот этой фактуры перо заметно стирается быстрее. Вообще, это не проблема, потому что в комплекте ещё идут сколько там, 8 или 10, я уже забыла, запасных наконечников. Плюс ещё в том же магазине на Али можно купить этих перьев по 50 штук, по 100 штук. Недорого. Тем не менее, когда перо у меня достаточно быстро начало стачиваться, причём наискосок, по косой, потому что я не ставлю перо строго перпендикулярно поверхности экрана, и, соответственно, в какой-то момент сам корпус, не сам наконечник, а корпус от пера начал цепляться за поверхность дисплея. И оставлять на нём довольно заметные следы, которые легко, впрочем, убираются тряпочкой. Почаще надо просто потирать тряпочкой. И, тем не менее, в какой-то момент я умудрилась поставить заметную царапину, которая, в общем-то, ничего такого плохого не даёт, но она достаточно заметная, неприятная, и хочется всё-таки, чтобы экран послужил подольше. И я думаю, что, может быть, стоило сначала поработать с этой плёнкой. Может быть, не так уж страшно, что она там где-то бликует. И только там при необходимости её снять, если уж совсем невозможно. Хотя у них в магазине на всё том же Алиэкспресс есть... То есть, по крайней мере, была. Продавалась защитная плёнка для этого экрана. Для этого и экрана XB-BEN 16. Да, там была специальная защитная плёнка, но, по-моему, она там уже кончилась. Ну, правда, не знаю. Даже если она не кончилась, я не уверена, что я бы её смогла установить, потому что, когда я устанавливала защитную плёнку на телефон, мне получилось это где-то с миллионной попытки, и то всё равно плохо. Я не знаю, как бы я ставила такую плёнку на большой 16-дюймовый экран. Когда я уже выбрала 15,6, компания проанонсировала очередную новинку Artist 16 Pro, который, вроде как, тот же 16-й, только чувствительный и с улучшенной цветопередачей. Просто там с офигительно точной крутой цветопередачей. Что, конечно, опять же, заставило меня слегка расстроиться, потому что цветопередача — это, на самом деле, один из тех моментов, почему я начала присматриваться к планшету с дисплеем. Потому что на компьютере цвета у меня просто безбожно врут. А чтобы изучать всё это дело про цветокоррекцию, про настройки цветокоррекции и цветопередачи монитора, я для этого слишком ленивая, и неумелая, и трусливая, и вечно у меня всё касательно компьютеров через одно место получается. Ну, я просто надеялась, что... Я надеялась на заводские настройки цветопередачи. Хотя говорят всё те же обзорщики, что на XP-Pen цветопередача ничего, но можно и лучше. Где-то я даже слышала, что на 13-м цветопередаче лучше, чем на 15.6, что опять заставило меня немножко пожалеть с выбором. Человек всегда недоволен. Трава всегда зеленее у соседа. Вот примерно так я установила себе чувствительность нажатия. То есть максимально давлю, получается максимально 8190. Сколько там? 91. 91. Просто знаю, что некоторые, наоборот, стараются поменьше устанавливать. Я просто не хочу при необходимости слишком сильно давить на экран, поэтому... Слушай, так. Единственное, что мне не нравится в комплектации, это подставка под перо. Она совсем неустойчивая. То есть сама по себе она устойчивая, она такая тяжеленькая. Кстати, у неё там внутри, собственно, и хранятся запасные наконечники для пера. На мой взгляд, довольно удобно, потому что предыдущие у Вакома наконечники находились просто в маленьком пакетике, который я, конечно же, уже куда-то посеяла. Причём самое смешное, я сначала держала этот пакетик на столе, и чтобы его в итоге не потерять, я его куда-то убрала. И теперь я не могу спросить, куда я его убрала. Как всегда. Ну, в общем, суть в том, что если раньше, например, я хранила Вакомовское перо в его родной подставке, и всё было нормально, перо там спокойно, устойчиво стояло в этой подставке, а вот XP-PEN-овское перо как-то плохо, как-то неустойчиво стоит в этой, в своей подставке. То есть там чуть-чуть махнешь рукой, даже не обязательно зацепишь, падает. Я уже несколько раз вот так вот сбивала на стол, ну, спасибо, что не на пол. И поэтому я просто, когда не работаю, ставлю, кладу перо куда-нибудь на стол, в укромное местечко подальше от края. Само перо такой треугольный, корпус пера треугольной формы, и поэтому он, поэтому оно не укатится, что уже хорошо. Но мне вот эта подставка уже доставила неудобства. Причём, видимо, дело не только в самой подставке, но ещё в форме пера, потому что когда я пыталась поставить XP-PEN-овское перо в подставку от пера Вакома, перо тоже не стояло. Проверила работу во всех программах, с которыми я имела возможность работать. И везде всё отлично. И в общем, в целом, везде всё работает отлично. За исключением, что первый сай отказывается видеть перо от слова совсем. Вот, сейчас я покажу. Вот, всё, сейчас я пытаюсь вести по нему перо. Оно, оно не реагирует от слова вообще. Только если мышкой. Вот, мышкой. Вот, пытаюсь я... Опачки. Это как? А. А, да, у меня сейчас... Так, сейчас он меня реагирует на скетчбук. Спокойно работает со скетчбуком. Сейчас я... Сейчас я переключусь на окошко сай. И всё, всё, больше не реагирует. Да. Так, вот я сейчас на сайт. Ничего. Кетчбук. Всё. Нормально. Нормально. Увы. Хотя, не сказать, что это большая проблема, потому что со вторым сайом он совершенно спокойно, хорошо взаимодействует. Ну, и ещё с тем же Photoshop Elements, который у меня... Вместе с вакуумовским планшетом мне достались диски с Photoshop Elements и ArtRage 2. И... И Photoshop Elements, когда я пыталась с ним работать на XP-Pen, сначала выдал какие-то странные лаги на экране, которые, правда, исчезли сразу после того, как я просто выключила программу, а потом снова включила. И дальше... И дальше всё было отлично. Я не знаю, с чем это связано. У меня об этом вроде отдельная была видеозапись. Чтобы посмотреть, что там были за лаги на дисплее. Но я... Ну, в общем, в Photoshop Elements от вакуума я совершенно спокойно всё-таки тоже могу работать. А вот второй ArtRage выдал мне подлянку. Когда я пыталась... Я думала, раз уж Photoshop Elements работает в XP-Pen спокойно, то, по идее, должен и ArtRage. А вот и к вам. Я пытаюсь с ним работать. Он мне выдаёт сообщение, что, извините, это какая-то специальная версия ArtRage, которая работает исключительно с вакуумовскими планшетами. Будьте добры, обновите. Обидно. Обидно, потому что мне... Мне из-за этого пришлось в итоге покупать пятый ArtRage. К счастью, не за полную цену, потому что... Потому что за апгрейд там дают скидку в 50%. Но это было очень обидно. Я просто не понимаю, почему так, если тот же Photoshop Elements совершенно спокойно работает с XP-Pen и вакуумы везде. Но нет, надо было им сделать какую-то специальную версию ArtRage, которая предпочитает только вакуум. Только вакуум, только однолюб. Всё. Если говорить в целом, то я, на самом деле, очень довольна планшетом. Хотя не то, чтобы мне было с чем сравнить, кроме моего старичка-бамбука, который у меня теперь лежит как... про запас на всякий случай, потому что он всё-таки ещё вполне рабочий, хотя и с каким-то умирающим USB-соединением, или я не знаю, что там с ним происходит, на самом деле. Кто, если там имел возможность пользоваться синтиками или какими-то другими, может быть, может быть, лучше меня в этом понимают в тонкостях той же цветопередачи цифровой, технических тонкостях. Но мне лично за всё время было достаточно того, что мне даёт этот планшет. А те вот... Мне, правда, напрягают всё-таки вот те непонятные моменты, когда он переставал... Те моменты, когда он внезапно переставал реагировать на... на перо. Но так как это быстро легко исправлялось, я думаю, что это одна из тех... один из тех небольших недостатков, которые вполне терпимы для бюджетного планшета. Я оставлю в описании несколько ссылочек на, собственно, магазины, на сайт, на других обзорщиков, которые более компетентны в своём деле, чем я. Ну, я надеюсь, что хоть что-то из того, что я успела перечислить, может кому-то оказаться полезным. Всем спасибо за внимание. Всем хорошего дня и вечера. Удачи!